Игромания представляет В консольной версии классической RPG Torchlight 2 Волшебной стране Wilderun угрожает новая опасность Герою предстоит исследовать огромный фэнтезийный мир, зачищать подземелья и, конечно же, покончить со злом, которое сеет хаос по всему континенту В консольной версии пользователей ждут улучшенное управление, новые достижения, питомцы и другой свежий контент А владельцы Switch смогут наведаться в Wilderun вместе с друзьями в кооперативе до четырех человек В тот же день до западных пользователей наконец добралась Кэсэрин Фулбади Главному герою снова предстоит разбираться с непростой личной жизнью, разрываясь между двумя, нет, уже тремя девушками В ремастере появилась еще одна героиня, юная Рин, а вместе с ней дополнительные сюжетные главы и концовки Также создатели поработали над головоломками и добавили настройки сложности Теперь особо проблемные места можно либо пропустить, либо выбрать режим полегче Например, тот, где герой в принципе не может умереть Также 3 сентября на ПК и Switch вышла Spyro Reignited Trilogy Вряд ли Spyro нуждается в представлении, но если вы вдруг еще не знакомы с очаровательным фиолетовым дракончиком, самое время это исправить В обновленной версии огнедышащему Миляге предстоит спасти родное королевство от злодеев Гнорков и наведаться в другие миры В трилогию вошли ремейки трехмерных платформеров Spyro the Dragon, Spyro 2 Riptos Rage и Spyro Year of the Dragon Еще одним релизом этого дня стал ремастер Final Fantasy VIII Очередная часть легендарной франшизы перенесет игроков в мир, где магия мирно уживается с технологиями Страна расколота из-за козней коварной колдуньи Эдеи Юным героям предстоит остановить войну и узнать об истинных планах злодейки Обратим внимание, это не полноценный ремейк, а версия с незначительными косметическими изменениями Вроде шрифтов и улучшенных моделей основных персонажей Учтите перед покупкой Кроме того, 3 сентября в Steam начались продажи ролевого боевика Children of Morta Семья Бергсонов столетиями охраняла гору Морта от сил зла Но тьма все же проникла в их владения и превратила прекрасные земли в обитель монстров Героям предстоит очистить гору от чудовищ, воюя бок о бок с родными У всех персонажей свои сильные стороны и уникальные боевые навыки Но даже самый могучий из Бергсонов не сможет пройти уровень в одиночку Так что зачищать подземелья предстоит сразу нескольким героям А поддержка родных и семейные узы сделают их еще выносливее Релиз на консолях состоится чуть позже, в октябре 5 сентября подготовила сразу три любопытных новинки Первая из них — боевик River City Girls В продолжении знаменитой серии На борьбу с отбросами общества бросят представительниц прекрасного пола Двум подругам предстоит спасти своих парней, похищенных бандитами Девушкам придется зачистить шесть городских районов Где их ждут разнообразные противники и мини-боссы В борьбе с гангстерами героиням помогут подручные предметы Зрелищные спецприемы, различное оружие и даже поверженные враги Играть позволят как в одиночку, так и в кооперативе с другом Также 5 сентября из раннего доступа вышел симулятор выживания Green Hell Где игрокам предстоит выбираться из джунглей Амазонки У героя нет никакого полезного снаряжения Только рация, из которой его зовет голос любимой В любую минуту вашего персонажа могут прикончить голод, жажда, дикие звери, болезни Или капризы собственной психики, которая с трудом выдерживает одиночество Мастерите инструменты для охоты и самозащиты Сооружайте укрытие от ливней И узнайте из полноценной сюжетной кампании Каким образом герой оказался в таком плачевном положении В этот же день обладатели Xbox Game Pass Ultimate И покупатели ультимативного издания получили возможность оценить Gears 5 Остальные пользователи смогут запустить игру 9 сентября в 9 вечера по московскому времени Героям предстоит снова воевать с Роем А Кейт Диас к тому же раскроет тайну видений Которые мучают ее после схватки с саранчой и гибели матери Игроков ждут орды монстров и красочные локации Полноценный обзор уже читайте на игромании.ру Или смотрите на нашем канале Ну а 6 сентября вышла крупная DLC для Monster Hunter World В дополнении Iceborne Охотники на чудовищ отправятся в отдаленную часть страны Где их ждут новые монстры, снег и морозы Впрочем, герои всегда смогут отдохнуть от охоты и холода На уютных горячих источниках Разработчики обещают улучшенные настройки сложности Свежие комбо и приемы для всех видов оружия Возможность использовать монстров в качестве транспортного средства И многое другое Также на этой неделе запустилось предсезонное обновление Для средневековой ММО Conqueror's Blade Отныне все оружие доступно полководцам обоих полов Женщины могут использовать лук, алебарду и копье А мужчины — короткий лук и парные клинки Также игра стала еще зрелищнее Появились новые кинематографические ролики и улучшилась графика А еще разработчики сделали интерфейс более доступным И подкорректировали игровой баланс А теперь взглянем на главные скидки этой недели В Steam ждет большая распродажа игр Банда и Намка За треть от стоимости отдают Нино Куни 2 Revenant Kingdom и Soul Calibur 6 По 70% скинули 1111 Memories Retold и Little Nightmares За 720 рублей предлагают забрать ремастер Dark Souls На 40% подешевела Ace Combat 7 Skies Unknown А в честь возрождения студии Telltale можно забрать The Wolf Among Us Или Batman The Enemy Within за 224 рубля В Origin объявили бесплатные выходные в Madden NFL 20 А специальное издание игры можно закинуть в корзину с дисконтом в 20% Также в магазине EA за 400 рублей отдают Tom Clancy's Rainbow Six Siege В PS Store приготовили новые интересные акции В 1500 рублей обойдется Battlefield 5 Больше 80% скинули Mad Max и специальное издание Rise of the Tomb Raider За 720 рублей отдают научно-фантастический шутер Prey с дополнениями А золотое издание Middle Earth Shadow of Mordor можно забрать за 800 В магазине Nintendo за 300 рублей предлагают приобрести школьный хоррор Detention Как раз к началу учебного года За 629 рублей отдают сказочное приключение Child of Light и Valiant Hearts The Great War Dragon Ball Fighters и Stranger Things 3 The Game подешевели в два раза В магазине Microsoft с дисконтом в 70% можно закинуть в корзину 5 Far Cry и Fighting Tekken 7 До 20 долларов упал ценник Assassin's Creed Origins Вдвое уценили Assassin's Creed Odyssey Дополнение к игре отдают с той же скидкой За четверть от стоимости предлагают забрать третий Dark Souls А The Division 2 подешевела на 55% Вот и все за эту неделю Играйте только в лучшие! ДОНЕЦ